Надо сделать просто, заплатить цену. Понимаете, часто человек хочет сразу на девятый этаж. Вот как мы относимся к судьбе? Препятствие есть какое-то? Хочу запрыгнуть сразу на девятый этаж. Не надо ничего, не делай этого. Иди на первый этаж, открой дверь, подъезд, заходи и поднимайся потихоньку. Так человек побеждает судьбу. Она сразу человеку раз и опускает его на первый этаж девятого. А заходить надо постепенно. Вот разрушает семья быстро, а создавать ее надо, потом воссоединять постепенно. А человек сразу думает, когда он вернется? Никогда, если так будешь думать. Нужно понять, что если ты наполненный, живи дальше, отдавай себя, служи людям, побеждай судьбу. Преодолевай препятствия, живи, не умирай. Итак, что такое гордость? Вот униженность поняли? Красота, до свидания, успех, до свидания, возможности, до свидания, здоровье, до свидания. Униженность означает только одна вещь, что ты хотел, хочешь чего-то. Ну, то есть ты как бы зависишь от успеха. Ну, вот, допустим, униженность матери перед ребенком. Олег Геннадьевич, мой сын, со мной не хочет разговаривать, видеть меня не хочет. Что это такое? Ну, униженность. То есть желание наслаждаться ребенком своим. Алло, Вася, ну как у тебя дела? У тебя все хорошо, мама, давай поговорим завтра, я сегодня устал. Почему он не хочет с ней разговаривать? Потому что она с него конючит счастье. Надо как звонить сыну? Мой сынок, я рада, что это все нормально. Я же все нормально, отлично. Все. Ну, то есть надо его вдохновлять, радоваться ему, шутить с ним. Ааа, ты еще не развелся с этой дурой. Ну, как с ней разговаривать? Означает, что она привязана к счастью своего сына, конючит от него счастье. То есть женщина живет чужим счастьем. Ну, то есть счастьем тех, кого она любит. Она конючит из него счастье. Сынок, Алло, сынок. Ну, слушай, ну это, давай поговорим завтра. Почему? Да она потому, что ему тяжело, невыносимо говорить просто. Она из него все силы вытягивает. Это называется унижение. Униженное состояние перед своим сыном. Почему унижено? Потому что будь самодостаточной, живи своей жизнью. Ты не зависишь от этого сына, он уже взрослый. Он от тебя не зависит от него. Ты можешь подарить ему только благословение свое, милость. Больше ничего. Все. Защита, прибежище от тебя. Уже все. Он уже не нуждается в прибежище, в этой защите. Ну, только милость. Милость означает, что ты не беспокоишься о нем. Что ты его вдохновляешь, наоборот. Он говорит, мама. У меня на работу ничего не клеится. Да ладно, все нормально, у тебя будет все хорошо. Спасибо, мам. Что-то полегче. Самодостаточная мама. Он говорит, почему мой ребенок меня не любит? Станьте самодостаточной мамой. И вот если он почувствует, что ему не хватает мамы, не хватает жизни, тогда, допустим, заболел, к маме сразу бежать. Почему? Потому что самодостаточная мама. Где у нас мама? Ну-ка. Там сидела. Самодостаточная мама. Ушла. Хорошо. Супер просто, понимаете. Самодостаточная мама. Означает, что ее не хватает. Почему не хватает? Почему ребенок хочет к маме? Потому что она не зависит от ребенка, она не унижена в отношениях с ним. Она зависит от Бога, от добрых людей, делает добрые дела, живет правильной жизнью, на полной жизнью. И тогда ребенок не хочет расставаться в своем сердце с ней. Потому что ребенок всегда будет нуждаться в родителях, если они самодостаточные. Вот, допустим, маленький ребенок, он всегда нуждается в родителях, потому что они самодостаточные. Вот. Но когда он вырастает, это ничего не меняется. Но если мама начинает зависеть от ребенка, тогда она не будет с ней общаться, потому что это другие отношения. Мама не должна взяла, сына. Благословляйте своего ребенка. Дарите ему радость, счастье. Никогда не печальтесь рядом с ним. Не сомневайтесь, что у него все будет хорошо. Не думайте, не как бы, ну, не нудите перед ним там. Не пытайтесь, не пытайтесь заставить его жить иначе. Молитесь о его жизни. Если он вас просит, а это значит, что вы хорошая мама, дайте добрый совет. Но это не значит, что обязательно он его исполнит. Понимаете? Дайте ему возможность жить. Потому что вы же сами точно так же ошибались в жизни, как он. Почему вы не даете ему возможности? Станьте самодостаточными родителями. И это что сделает? Удачу в сердце ребенка принесет. Есть только один вариант быть самодостаточной мамой. Это молитва. Молиться за ребенка. Больше ничего не надо делать. Если ты в молитве победила его судьбу, он тебе звонит, ты спокойный уже. И он от тебя берет спокойствие. Хотите, чтобы вас любил ребенок, ваш сын? Хотите? Станьте такой мамой самодостаточной. Послушайте, как она выглядит. Если вы не самодостаточная, такую песню не услышите. Если вы молитвы не можете читать, такую песню не услышите. Бог вас не хранит, не услышите такую песню. Если вы усталости не можете не знать, если вы не побеждаете судьбу, не услышите такую песню. Потому что человек может нуждаться только в самодостаточном человеке. С замученным, униженным судьбой никто нуждаться не будет. Всем и так тяжело жить, тут еще тяжелее. Зачем это надо? Тема понятна? Унижение. Есть разные виды унижения. Можно унижиться перед ребенком, перед своим взрослым. Можно даже перед маленьким унизиться, зависеть от него, не наказывать его, потому что боишься наказать, потому что он будет плакать, капризничать, не будет с тобой разговаривать. Значит, ты зависишь от этого ребенка. И ничего хорошего ему в жизни не сделаешь. Он никогда тебя не будет любить. Человек должен быть самодостаточным, если он хочет любви. Любовь приходит только к самодостаточному человеку. Если человек зависит от любви, она от него никогда не придет. Знаете, какой парень не может жениться никогда? Если он очень сильно зависит от женской любви. Вот он не может, там девушка на него какого-то посмотрела, и он уже больше не может нормально жить. Никогда не женится. Никогда девушки не будут смотреть на таких парней. Они смотрят на каких парней, которые самодостаточные? Им и так хорошо. Правда? Тогда смотрят. Самодостаточность означает жить по законам Бога, делать так, чтобы Богу нравилось. Тогда он в сердце тебе дает чувство такое. Молодец! Правильной дорогой идешь. Он такой, молодец! И это и есть чувство собственного достоинства. То есть кажется, что я сам собой доволен. А на самом деле ты не сам собой доволен. Человек не может быть сам собой доволен. Это Бог тобой доволен. И поэтому ты молодец. Но если Бог тобой недоволен, раскайся. Ничего тебе не мешает испенить свою жизнь. Если ты чувствуешь, что там что-то не то, совесть тебя мучает, ну, ты же знаешь по поводу чего. Бог тебе подсказывает. Ну и раскайся. Никто не, как бы, не значит, что ты на всю жизнь теперь проклят. Нет, исправься, исправь свою ошибку. И все, опять будешь достойным. Пока исправляешь, не будет счастья получаться, ничего не будет. Но когда исправишь, все будет нормально. То есть это и есть покаяние. Что такое покаяние? Человек пытается понять, постичь жизнь. Все ошибаются в жизни, все делают глупости. Вы говорите, Олег Геннадьевич, я бросила мужа. Все! Вон отца даст лекция! Ну, смешно, да? Видите, вы засмеялись. Ну, потому что Бог так себя не ведет, и странно, если я буду как бы себя так вести. Вот. Значит, я загородился собой. Ну, бросила, бросила, всякое бывает, что делать. Вот. Ничего страшного. Надо раскаиваться, молиться, побеждать судьбу и заново выходить замуж. Потому что человек вечно живет. Как этот молодой человек ко мне подходит, говорит, я не могу свою жену простить за то, что она до нашей свадьбы с другим жила. Я говорю, так ты, в прошлых жизнях у тебя там тысяча была жены, мужей вообще. Как ты вообще ее замуж мог взять после этого? Он такой, в смысле? Я говорю, что в смысле? Даже в этой жизни, ты вспомни, ты сам с женщиной общался с другой. Ну и что? Это было несерьезно. Я говорю, у тебя несерьезно, а у нее серьезно? Смешно, правда? Мы придираемся к ошибкам других людей. Надо на свои смотреть. Лев Толстой говорил, если хочешь разобраться с ошибками других людей, посмотри на то же самое у себя и сразу со всем разберешься. Предупример. У меня такой интересный случай был. Ко мне подошли, муж с женой прямо. И муж такой, вот смотрите, чувство собственного достоинства. Какая интересная вещь, гордость. Муж такой мне говорит, Олег Геннадьевич, у нас такая неординарная ситуация. жена ушла к другому. Ну, я слушал ваши лекции. И вот, и я молился за нее, все стадии прошел, вернул ее к себе. Вот она вот здесь, вот стоит рядом со мной. Жена стоит такая, смотрит на меня. Такая, смиренная. есть одна проблема, Олег Геннадьевич. Я говорю, не могу ее простить до сих пор. Вот я вернул ее, все, а простить не могу. Помогите простить. Я говорю, да мне вообще легкотня вам помочь ее простить. Вообще легкотня просто. Он говорит, ну давайте тогда, все, надо это сделать. Я говорю, вы уверены? Я говорю, да, уверен. Я говорю, хорошо, я вам просто расскажу сейчас историю, не про вас вообще, не про вас, а просто, ну, аллегорию такую расскажу, и вам сразу легче станет. Он такой, о, давайте, Олег Геннадьевич. Я говорю, знаете, чем отличается вот человек, который узнал о том, что близкий человек изменяет от того человека, который не узнал, что близкий человек изменяет. Он говорит, я не знаю, чем отличается. Я говорю, отличается тем, что если человек, который узнал, что близкий человек изменяет, у него такой благородный гнев в сердце вспыхивает, он не может простить, и заставляет он раскаиваться близкого человека за то, что тот изменил. ну а тот, который не знает, что близкий человек изменил, он так себя не ведет. Вот это вся разница в этом и все. Жена стоит такая, интересно, интересно. А он такой, Олег Геннадьевич, все, я простил. Спасибо. Все нормально, у меня прям прощение пошло в сердце. Супер, что у тебя прошло прощение. в сердце. Значит, ты отрезвел. Значит, ты посмотрел правильно на этот мир. Не глазами своей гордости, а глазами правды. Сразу легче стало, тут же жену простил. Все. Все очень просто. унижение. Унижение возникает от того, что ты не можешь быть самодостаточным. Свою самодостаточность ты прилагаешь к каким-то событиям, к человеку, допустим. Вот Бог тебе дал, допустим, удачу в жизни и забрал у тебя чувство собственного достоинства. Ты стал зависим от этой удачи. Это называется унижение. Вот основная причина в этом унижении. Больше нет причин. Невозможно человека унизить, если он не зависит. Ну, если он не зависит от кого-то, его не унизишь. Унижение возникает всегда от зависимости от счастья. Я хочу счастья от кого-то. Это называется унижение. Все. И униженный человек, это кто такой, еще раз повторяю, человек, который не достоин счастья. Он перестает быть красивым, влиятельным, там, и все, что угодно. Вот, допустим, вы привязаны к какой-то работе. Вот вы там работаете, привязаны к какой-то работе. Как там к вам будут относиться? Как просто фигура здесь, фигура там, фигура здесь, фигура там. То есть вас будут гонять по этой работе как сидоровую козу. Почему? Потому что вы унижены, вы привязаны, все будут это чувствовать. Ну, допустим, женщина, допустим, привязана к работе. Почему? Потому что нет мужа, да? Она зависима от работы. Ее гоняют там на сверхурочную, оставляют, она не знает, что ей делать, она боится без работы остаться. Ну, если она, допустим, замужем, муж нормальный зарплату получает, она работает где-то, ей муж, этот, начальник подходит, остаться, еще поработать. Она говорит, у меня семья, не могу остаться. Улыбается ему подобным, достойно себя ведет. Он говорит, я тогда тебя уволю. Она говорит, ну, увольняйте и пойдет с работы. Уволит? Нет. Зачем ее увольнять? Он подумал, так нормально, пусть работает, ладно, у нее семья. А ты давай идеи на сверхурочные. Кому? Униженному человеку, зависимому. Вот и все. И та чувствует несправедливость, ей плохо, ее жарит изнутри. А несправедливость находится просто у тебя в сердце. Ты просто не знаешь, как правильно жить. Стань самодостаточной, не завис от начальника, не завис от работы. Хорошая работа, ну ничего страшного, Бог другую даст, хорошую. не надо терять себя ради работы. Потеряла себя, потеряешь работу. В конце концов, такой человек униженный, он или сам уходит от невыносимого состояния. То есть такая женщина, как уходит с работы, ей просто невыносимо становится, она чувствует, что из нее все соки выпили там. И она сама уходит с этой же работы, от которой зависело. потому что становится невыносимо там работать просто. Или она бунтует против состояния. Не, я не могу так жить. Хорошо, не, вон отсюда, если не можешь. Опять теряет работу. Ну то есть, видите, не надо никогда унижаться, это опасное состояние. Гордость, что такое гордость? Гордость не бывает без унижения. Ну невозможно гордиться собой, если никто тебя не возвысил, понимаете? Если кто-то тебя возвышает, ты становишься гордым. Никто не возвышает. Ну как стать гордым, если тебя никто не возвышает? Даже смешно. Животка, «Здравствуйте!» На него никто не обращается. «Здравствуйте!» «Сказал!» «Ну и что ты сказал? Иди отсюда». Для того, чтобы гордиться собой, нужно, чтобы кто-то это заметил. Никто не замечает, как гордиться собой. Невозможно. Значит, всех гордых людей кто-то кормит, понимаете? Кормит те, кто от них зависит. Гордость – это страшная вещь, это когда человек переоценивает себя, он как бы путает себя с Богом. Он думает, что ему все позволено. Иногда гордость прикрывается святостью. Допустим, одна женщина ко мне пришла, говорит, «Олег Геннадьевич, у меня муж святой, очень возвышенный. Я говорю, а что вы такая бледная, если у вас муж святой?» Она говорит, «Ну, это другой вопрос уже. Я-то не святая». Я говорю, «Ну, если даже вы не святая, рядом со святым мужем вы должны расцвести, вы что-то бледная какая-то». Она говорит, «Ну, потому что из-за того, что я не святая, он меня бросил». Я говорю, «Извините, святые люди никого не бросают, это их главный показатель». Но здесь, Олег Геннадьевич, особая ситуация из-за того, что я такая вот грешница и слабая женщина вообще. Он нашел себе святую и теперь с ней живет. Они двое святых, а я вот такая вот грешница. Я говорю, единственный грех ваш заключается в том, что вы взрастили гордость в сердце своего мужа, его духовным познанием. И из-за этой гордости он вас и бросил. В этом только ваш грех заключается. Никакой святости в нем нет. Святые люди никого не бросают и любовницей не заводят. Все это ваши выдумки. Гордость разрушает перспективы. Вот, допустим, человек гордится собой. Внешне он кажется очень эффективным. Вот гордый человек кажется очень эффектным. Гордость иногда дает человеку даже возможность в какой-то степени развиваться, идти вверх. Потому что гордого человека очень сильно замечают. Но это всего лишь просто первый эффект, понимаете? Потому что люди очень быстро разбираются, кто есть кто. Гордый человек он слепой, он не способен строить нормальные отношения, не способен уважать, не способен видеть людей, не способен нормально работать, понимаете? У него все основано только на понтах и все. То есть он он просто и себя показывает, и себя просто делает, впечатление создает, понимаете? Гордый человек это человек, рядом с которым стоит жестокость, насилие, злоба, хамство. Это все рядом с этим человеком стоит, потому что он хочет удержать свою позицию, вот эту сильную. А удержать с помощью любви он не может. Остается только один метод. Это диктат насилия, ну то есть жесткость, жестокость. Только один способ все, больше нет способа. Гордость означает всегда жестокость, хамство, насилие. Причина это бессилие перед людьми. Человек хочет себе подчинить людей, ему никто подчиняться не хочет, потому что он недостойный. Поэтому человек насилие совершает, он издевается над людьми. «Товарищ прапорчик, помогите остановить поезд, что-то он ушел, я не могу». Поезд, стой, два! Примерно так. А поезд едет дальше и по барабану. Почему? Потому что гордость это иллюзия, иллюзия, просто иллюзия. Нет там истины. Гордость всегда разрушается судьбой, вопрос только времени. Поэтому есть китайские пословицы соответствующие, что надо чуть-чуть подождать, если перед тобой гордый человек. Не надо с ним связаться, потому что гордые люди косят народ, то есть они могут повредить, набредить. Не трогайте его, он с кем-то другим разборки будет делать. Зачем тебе туда лезть? Подожди чуть-чуть, у него все получится как надо. Гордость долго не живет. Приходит время, и гордый человек сам себе рубит голову своими собственными поступками. Нет смысла даже его наказывать. Бог его наказывает через других людей. Гордого человека исправляют только горе. Все, больше ничего не исправит. Невозможно ни объяснить ему, ни доказать ничего, ничего не получится. Только когда судьба его роняет вниз, через какое-то время он, когда в униженное состояние входит, тогда он понимает, что что-то не то было. В это время приходит сознание его осознанность. Следующее состояние, в котором человек теряет себя, это состояние, в котором человек с помощью неправильных усилий пытается достигнуть цели. Это состояние называется суета или жадность. Вот, допустим, как происходит вообще развитие человека? Вот, допустим, человек работает над собой, просто работает, где-то он живет тем, что его Бог дал. чего он ждет? Он ждет изменений качеств его личности. То есть, качество личности, меняясь, поднимает человека в социуме естественным образом. Понимаете? Вот, человек, меняясь, он становится достойным большего. И люди обязательно это заметят и оценят. Это стопроцентный факт. Если он активен, этот человек, если он непассивен, но, естественно, если он работает над собой, означает активный человек. Это не означает сидит где-то работа над собой, никто ему не нужен. Работа над собой означает служение людям, служение Богу и так далее. Вот это означает правильная работа над собой. Это не замкнутая система. И так человек работает, просто живет, как он живет, но при этом он вкладывается в самосовершенствование. Он делает добрые дела, развивается как личность. Приходит время, происходит качественный скачок его личности. Его личность становится более заметной. То есть, он как личность становится другим, потому что он накопил благочестие. С этого момента у него будет более оплачиваемая специальность, более высокий круг общения, друзей и так далее. Вот это и есть развитие, это развитие вверх. Оно самое эффективное, то есть, не надо долго ждать. Проходит несколько лет, и ты уже на другом уровне живешь. Потом еще несколько лет на другом, еще несколько лет на другом, пока тебе не хватит. иногда человеку дальше не надо идти, там же больше ответственности, чем выше, и тяжелее жизни, соответственно. Вот это правильное развитие. Теперь неправильное развитие. Человек думает, развитие означает больше работать, больше на себя брать труда и меньше заниматься самосовершенствованием. Это называется суета. Что такое суета? человек хочет деньги раньше, чем развился. Вот допустим, представьте себе человек, допустим, он небогатый человек, небогатый, пусть будет бедный даже, бедный человек, да? Но он живет, вот допустим, Бог дает на жизнь, у него хватает кусок хлеба, стакан молока, ну еще картошка чуть-чуть. Ну знаете, как бы редко бывает, чтобы человек голодал? Ну то есть он не голодает, но живет просто. Вот что ему нужно для счастья? Ну думайте, 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 думайте. А? Мясо. Что? Мясо. Мясо. Как? Мясо. Мясо надо, мясо! Для счастья. Вот что не хватает для счастья? Мясо! Что не хватает для счастья ему? Деньги ему не хватает. Деньги давать, деньги! Еще что не хватает? Да ему для счастья не хватает просто принятия своей судьбы. Вот он принял, что у него такая жизнь. Денежек не так много, вот там камурочка маленькая. Помните, как есть Чаполлина мультфильм там они вообще там у них были прям вот эти тыквы там и такая маленькая совсем они такие счастливые там улыбались. Маленькая камурочка, чуть-чуть пищи, чего не хватает для счастья. Просто принятие, что у меня такая жизнь и все. Вот у меня столько еды, столько жилья и это все, что Бог мне дал и спасибо Господи. А дальше что? Всем желаем счастья, бегаем на природе, молимся и живем как бы на то, что Бог дал. Радуемся тому, что есть. Вы не готовы, да? Хорошо. Тогда суета. Что такое суета? Не согласен человек с тем, что Бог дал. Вот счастье что такое? Согласие, я согласен, у меня все хорошо. Вот я знаю таких людей, мои дорогие друзья. У меня есть знакомые монахи даже, вообще ничего нет. Они счастливые, вообще проблем нет. Почему? Потому что они приняли все, что Бог дал. Теперь вы скажете, Олег Геннадьевич, ну не согласны мы с этим, ну не согласны, весь мандаринок тут сидите нам рассказывайте где счастье. Но я так жил, мои хорошие. Я когда был студентом, мне родители сказали, что они не смогут мне помочь в учебе. Я работал санинструктором, я работал дворником, ну санинструктор тут подносит эти, они санинструктора мед строят, мед брат у меня в армии санинструктором. там судно подносил, там подметал эти пол, эти улицы, дворником, был сторожем был, ну то есть так я учился, когда я подрабатывал, вот, но я помню только одну вещь, я никогда не беспокоился о деньгах, вот это точно могу вам сказать на все 200%, никогда не беспокоился о деньгах, я всегда беспокоился только об одном, о самосовершенствовании, и уже на четвертом курсе мединститута я открыл уже кружок по работе над собой, в который ходило три профессора мединститута. такой кружок небольшой, мы много народ не напирали, вот, у меня у меня был друг, он был зав кафедрой определенной, и у него отец был, ну он как бы уже тогда уже не было коммунистов, но он возглавлял обком партии его отец, в то время еще, когда это было, представляете, какое у него положение в обществе, и мы с ним вместе хотели, ходили в прорубь купаться, почему, потому что им больше не с кем было ходить, никто больше не понимал эти вопросы, как закаливаться, там, как вот молиться, там, все прочее, вот и все, ну то есть идея в чем заключается, в том, что если вы принимаете свою жизнь, то вы не будете суетиться, вы будете вкладывать в молитву, вы будете вкладывать самосовершенствование, и не будете париться, понимаете, но еще хуже, когда человек не просто париться, а он сразу хочет получить то, что ему не положено, тогда ты вообще рабом лампы становишься, то есть берешь ипотеку, оп, а теперь у меня квартира своя, хорошо, поши теперь 20 лет на эту квартиру, и если у тебя наступит трудный период жизни, ты не сможешь не работать, потому что когда человеку очень тяжело, ему надо восстанавливаться, ему нужно не работать какое-то время, а ты уже не сможешь, почему, потому что ты раб ипотеки, все, не, я не против, как бы хотя бы эту судьбу примите, вот вы допустим раб ипотеки, ну и примите эту судьбу, и будете счастливыми тогда, но если вы даже эту судьбу не применимаете, это называется суета, что значит суета, человек всегда бежит, почему, потому что он хочет больше от жизни, чем есть, все, и это и есть несчастье, потому что именно суета, главная причина разрушение энергии человека, что происходит реально, если возвращаемся к чувству собственного достоинства, там вот, вот здесь вот в сердце чувство собственного достоинства уходит вперед, оно счастье видит? Нет, счастье находится в будущем, когда вот ипотеку выключу, тогда буду счастливым, все начинается очень, как-то немножко попроще, вот когда закончу школу, тогда буду счастливым, а сейчас пока заканчиваю школу, мучаюсь, хорошо, закончил школу, вот когда поступлю в институт, тогда буду счастливым, а сейчас мучаюсь пока, хорошо, поступил в институт, вот когда закончу институт, тогда буду счастливым, а сейчас пока мучаюсь, хорошо, закончил, это самый лучший сценарий, представляете, сколько ему надо энергии, он же истощает себя все это время, он не счастлив, у него нет счастья, он в суете живет, это значит, он теряет, 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 теряет силы Сила всегда приходит в сердце, когда ты принимаешь судьбу. Вот ты со всем согласен, какая у тебя жизнь с женой, с квартирой, со страной, со всем согласен. Все, дыши глубоко, ты сейчас будешь счастлив. Потому что счастье означает, сейчас это сейчас, атье означает существование. Если ты принимаешь все, что у тебя в жизни есть, принимаешь судьбу, свой крест принимаешь, что нам показал Иисус Христос, принимай свой крест, будешь счастлив. Ну тогда сразу счастье. Счастье, существование сейчас, ни в завтра, ни в прошлом. Было время, был я весел, без причины, просто так. И износилось столько кресел, при вокзала, города, там поезда. Что это такое? Он поет о прошлом, означает депрессия. Самая лучшая песня не спета, самая лучшая девушка, где ты, жена рядом, все еще впереди, все еще впереди, ла-ла-лай, ла-лай, ла-лай, ла-лай. Птица счастья с завтрашнего дня, прилетела крыльями звеня, выбери меня, выбери меня. Птица счастья с завтрашнего дня. Это называется суета. Человек живет в будущем. Вот он на остановке стоит, притягивает трамвай. Быстрее пришел, что он? Притягивает трамвай. Давай, иди-ка, иди, быстрее. Вот, приехал трамвай, он сел в трамвай, теперь что он делает? Ждет, когда приедет. Он живет? Нет, он мучается. Хорошо, приехал трамвай, он теперь ждет, когда придет домой. Пришел домой, у него силы есть, жену любить, воспитывать детей. Когда человек ждет, он быстрее всего теряет силы. Запомните ожидание. Пять минут человек чего-то ждет, у него он бессильно, бесточен полностью, у него нет сил. А тут все время человек ждет, он сначала ждал, когда работа закончится, потом ждет, когда трамвай придет, потом ждет, когда приедет домой. Приехал домой, у него силы есть любить жену? Нет. Чем он дальше будет заниматься? Он садится, смотрит, включает, мертвый не потеет. Многосерийный художественный фильм, телесериал. И что он делает там? Он смотрит и ждет, когда вспотеют. Ждет развязки. И потом, когда это все уже прошло, он дальше идет и уходит, не бытие, ложится спать. Потом дальше он ждет, когда приедет на работу, когда закончится работа, когда домой, когда в трамвае, когда из трамвая, когда жену увидит, она говорит, поцелуй меня. Да я замученный, блин, да че? Чем ты замученный? Да ты не принимаешь свою жизнь. А где ее принимать? Да где хочешь, можешь в трамвай принять. Мы разок в метро едем с Максимом, моим помощником. Посмотрим, все такие, ждут, когда приедут. А мы с ним не ждем такие, ля-ля-ля, улыбаемся, там начали анекдоты рассказывать, шутить. Все стоят такие, вот люди, понимаете, то есть, чего им не хватало, им не хватало принятия судьбы просто. Они такие, стоят такие, иди-то сами себе. О хорошем начали думать. Ой, как же я. Стоят, улыбаются где-то внутри себя. Кто-то шутит, начал разговаривать, начали потихоньку. Сердце оживает, начало у людей. Сердечки начали оттаивать, оживать, начали. Видите, как важно знать, как правильно жить. Но не притягивайте трамвай на остановке, переключатель надо включить, понимаете? Переключатель отключать трудно всегда вначале. А потом, когда научился, нет проблем. Встал он на остановке, я желаю всем счастью, я желаю всем счастью. Слух не надо, потому что подумают, что вы придурок. Если все стоят и ждут, как бы, трамвай, это я желаю всем счастью. Да придурок просто. А потому что победа идет дальше. Есть три стадии побед над судьбой. Первая стадия — принятие. Там, понимаете, как действует судьба? Она заставляет человека бунтовать против нее. И когда начинается бунт, ее победить уже невозможно. Чтобы ее победить, надо сначала оп. Вот смотрите, вот судьба — это то, что вот здесь сердце находится. А что такое чувство собственного достоинства? Это то, что побеждает судьбу. Вот как определить, что чувство собственного достоинства победит судьбу? Я все смогу, я клятвы не нарушу, принятие своим дыханием, землю обогрею. Ты только прикажи, и я не струшу. Товарищ, время. Ну, то есть время, да, судьба. То есть он готов принять все, землю готов обогреть, да, своим дыханием. Судьба означает первая стадия победы над судьбой. То есть чувство собственного достоинства вот так вот окружает судьбу и со всем согласна. Это означает, что судьба окружена твоей волей. Ты спокойный стал. Тебе тяжело жить, но ты спокоен. Почему? Потому что ты принял судьбу. Есть принятие по-женски, есть принятие по-мужски. Тяжелая судьба, допустим. Принятие по-мужски это тяжело слушать. Ну, если хотите послушать, я могу вам подключить, как мужчина должен принимать судьбу. По-женски тоже, женщина тоже. Я сейчас могу вам подключить по-женски, как принимать судьбу. Но принятие это всегда очень тяжело. Это смелый очень поступок, понимаете? Это смелое поведение человека. Ну, то есть, принятие судьбы является основой для того, чтобы чувство собственного достоинства встало в центр. И для счастья также. Понимаете, счастье — бесплатная вещь. Вот что внушается сейчас людям всей Земли, не только здесь, всей Земли? Что счастье имеет цену. Это абсолютно бесплатная вещь. Счастье возникает в тот момент, когда ты принял полностью свою судьбу. Всё, сразу ты становишься счастлив. Тебе хорошо жить в своей собственной квартире. Тебе хорошо на свою зарплату жить. И это значит, что очень скоро всё будет лучше. Почему? Потому что ты с этого момента начинаешь расти вверх. Понимаете? Потому что и не надо упахиваться, не надо пытаться искусственным способом победить свою судьбу. Вот если человек не поднялся вверх, а вот на своём уровне находится, и он хочет больше денег, что это значит? Ему надо разрушать свою жизнь. Ему надо больше работать в ущерб отношениям, в ущерб здоровью, в ущерб отпуску, в ущерб самосовершенствованию, в ущерб питанию даже. Он там фаст-фуд, там хот-дог, там хот-чёрт какой-то ещё. Вот. Понимаете? То есть всё. Ну то есть он решил больше денег иметь, ну как бы без развития. Означает пахать, как и шаг. Ну а что надо сделать? А надо принять то, что Бог дал. И что это значит? Развивайся, человек. Развивайся. Есть свободное время. Молись. Работай над собой. Развивайся. Делай добрые дела. Потому что это, несомненно, приведёт тебя к успеху. Успех находится внутри человека. Успешный человек означает самодостаточный, сильный. Успех — это совсем другая вещь. Успех — это когда тебя заметили, и кажется, что это неожиданно, а это закономерно. Не неожиданно, а закономерно. Счастье будет всё это время от тебя сопутствовать, потому что ты будешь принимать то, что тебе Бог дал, и тебе будет радостно жить. Потому что всегда людям всё должно хватать. На каждом этапе жизни человека всегда должно всё хватать. У меня жене всё всегда хватало. Вообще просто. Она служила при храме приведическом. Ей давали там просто какие-то жалкие деньги. Половина этих денег вот еле-еле хватало просто на еду. Половина этих денег она отдавала в храм назад. А вторую половину она просто себе кушать там покупала. И у неё не было денег, даже в Москве она жила, не было же денег снять себе жильё. И она нашла себе пожилых людей, бабушку с дедушкой, которые сказали, а ты как бы ухаживай за нами, и тогда у нас просто живи бесплатно вообще. У нас просто детей нету. Ну, они все как бы разъехались. А мы уже старенькие совсем. И она там их апстировала, купала их, потому что они уже сами себя покупать даже не могли. Вот. Купала их, апстировала. Дедушка ушёл из жизни, бабушка уже такая, уже еле живая. Такая разок, подошла, разок, она лежит уже, почти не ходит. И говорит, подойди, Леночка, подойди ко мне. и он сядет на колени передо мной. Раз, она села. Она такая, руку ей кладёт на голову, говорит, Бог даст тебе хорошего мужа! классно. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Классно. Хорошо развивалась она, правильно? Она не парилась никогда, была счастлива. Довольна тем, что Бог дал. Сейчас она не любит, когда в доме какие-то лишние вещи. Вот она привыкла так скромно жить. Всё раздаривает, всё раздаёт. Ничего не оставляет. Успех означает качество. Я разок встретился с одним министром. Этот человек сейчас занимает очень высокое положение. Я даже не хочу говорить, какое. Ну, чтобы его не компрометировать. Вот. Разок встретился с одним министром, и мы с ним общались о жизни, о Боге. Прямо у него в кабинете. Он, кажется, слушал мои лекции, и он рассказывал мне о том, что он всегда так жил. Он всегда уважал старших. У него он уважал отца, уважал мать. Ему, когда позвонили из правительства, более высокого, он тут же встал и начал разговаривать очень уважительно. Понимаете, я понял, что этот человек настоящий. Он настоящий. То есть, он действительно может управлять людьми. качество, привлекательное качество этого человека. А? Вот надо потерпеть. Просто сейчас нас с нами будет вместе желать всем счастья еще пару тысяч человек. эффект будет сильнее. А вы, женщина, которая меня не видит из-за этого, получите больше всех блага от этого пожелания. Прямо сейчас я могу вам это доказать. Ну вы что, перехватили? А, тоже не видите, я понял. Хорошо. Отдайте ей, нельзя чужой перехватывать. У вас уже есть. Ладно, завтра продолжим. Тема очень важная, чувство собственного достоинства. поговорим еще, когда женщина становится мужчиной, когда мужчина женщиной. Вот, поговорим о том, как возвращать себя назад. Вот, как вести себя с недостойными людьми. Что делать. И так далее. Ну, какие-то сложные моменты. В целом, я думаю, более-менее вам понятно становится. Тема очень глубокая, нужная. спасибо. Вы очень благодарные люди. Это значит, что все, что у меня здесь есть, оно в вас входит. Спасибо. Спасибо вам большое. Давайте поджидать судьбу, учиться. В этом процессе очень важно переключатель включить. То есть, нужно нацелить свою психику на других людей. нужно начать желать всем счастья, отвлечься от себя. Судьба разрушает человека, заставляя его постоянно думать о себе. Начало себе все время думать, твоя жизнь закончилась нормально. Надо отвлечься от себя, заставить себя думать о других. И вот сейчас уникальная возможность, потому что много людей сидит вокруг, они все будут вам помогать. и очень важно слушать еще тех, кто молится, потому что люди настроены на Бога. Если вы настраиваетесь также на Бога, то в этот момент ваше чувство собственного достоинства начинает приближаться к центру. Что в сердце возникает? Спокойствие. Означает принятие судьбы, означает все, вы как бы уже пошли вперед. Судьбу нужно принять, чтобы ее потом уничтожить. сжечь плохую судьбу. Ее надо окружить сначала. Принять означает окружить. Мне нет выхода, она не может, судьба же что делает, она стрелки переводит. Она говорит, а он виноват во всем. Все, если ты так решила, значит до свидания. Ты никогда судьбу не победишь. Надо понять, что это моя судьба, все, что происходит со мной. И тогда ты сможешь ее победить. Для того, чтобы это произошло, нужно очень копить силы сильно. И это накопление сил означает внутренняя жизнь. То есть я сажусь, слушаю тех, кто молится, я желаю всем счастья, я желаю всем счастья, я желаю всем счастья. Коплю, 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 коплю сил. Потом раз, легче стало. Это значит, ты принял судьбу, окружил ее. Все, ты чувствуешь себя достойным. Сразу же удача тут же пришла к тебе в гости. Удача к кому приходит? У кого чувство собственно достоинства стоит в центре. Все. Значит, кто такой удачливый человек? Чувство собственно достоинства стало в сердце, в центре, ты чувствуешь себя спокойно, ты спокоен, несмотря на трудность жизни. Все. Дальше все будет только хорошо, плохо уже не будет. Поэтому не позволяй себе беспокоиться, не позволяй себе унижаться, не позволяй себе в депресняк вводить. Не давай себе таких возможностей, иначе все будет разрушаться в твоей жизни. Все. Здесь тоже всем привет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова